А тем временем в Нижневартовске уровень воды в Аби за минувшие сутки повысился еще на три пункта. Сейчас он составляет 935 сантиметров. До критической отметки, при которой объявляется режим ЧС, еще полметра. Правда, в ближайшее время специалисты ожидают снижения уровня. Но все равно готовы к любому развитию событий. В этом убедился наш корреспондент Алексей Шабанов. Встретимся в штабе. Водный фронт под Нижневартовском точно отмечен на карте. Большого наступления пока не предвидится. Но пойму вода заливает, превысив 8-метровую отметку. Нужно контролировать ситуацию. В зоне рынка пройдем по основной дороге, посмотрим зоны подтопления вот этих вот участков. Оценили на карте, ступили на рельеф. Это и есть пойма Аби. Ее топит не сильно, но регулярно. На этот раз вода не приблизится к участкам благодаря искусственным валам. Однако нужно осмотреть саму пойму. Вот так шутя, испытанный друг чейсников взмывает ввысь. Потолок высоты для квадрокоптера 500 метров. Он удаляется от точки взлета на километр и может продержаться 20 минут. А группа мониторинга, оставаясь на земле, получает вид сверху. Что это мы видим здесь на экране, расскажите раз. Вот этот весь водоем, который сегодня сдерживается, это искусственная насыпь. Она нам очень сильно экономит время и дает нам общую картину того, что происходит. То есть в этом году у нас есть, существует угроза паводковой, неблагоприятной обстановке. И благодаря этому квадрокоптеру мы можем каждый день проезжать и проводить фото-видеосъемку. В той территории, которая нас интересует. В отдельных районах Нижневартовска сейчас подтоплены дачные поселки. Оттуда рекомендуют вывезти цен на имущество и животных. По прогнозам, в ближайшие дни вода должна пойти на убыль. Пока же на подтопленных направлениях развернуты мобильные посты, которые информируют жителей. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Телерадиокомпания «Югра»